МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа Республика в студии Юлия Важенина. Сегодня в выпуске. Плюс к пенсии. С нового года вырастет страховая часть пенсии. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Шайбу-шайбу в Чебоксарах открыли сезон школьной хоккейной лиги. Праздник к нам приходит в новогодние праздники. Жители и гостей столицы ждет масса развлечений. На еженедельном совещании главы Чувашии с правительством Республики обсудили итоги социально-экономического развития за 11 месяцев. И хотя окончательные цифры будут подсчитаны позднее, уже можно сказать, что этот год был для экономики Республики неплохим. Доходы консолидированного бюджета Чувашии составили 50 миллиардов рублей с лишним. Рост по сравнению с прошлым годом на 9%. Объем промышленного производства превысил прошлогодний аналогичный показатель – более 101%. При этом по некоторым направлениям увеличение значительно больше. В этом разрях машиностроения объем отгруженной продукции увеличился на 18% или на 48 миллиардов рублей. Существенный рост регистрируется в производстве прочих транспортных средств на 19,6%. При этом предприятия концерна «Тракторные заводы» увеличили объем отгруженной продукции в полтора раза с 6,5 до 10 миллиардов рублей. С 1 мая по 15 декабря на предприятии концерна трудоустроены 1603 человека. Задачей перед ними стоит вернуться на уровень докризисного периода. В Минэкономразвитии отмечают и увеличение внешней торгового оборота более 450 миллионов долларов США. При этом темпы роста экспорта выше, чем импорта. Среднемесячная номинальная зарплата превысила 26 тысяч рублей. Рост реальной зарплаты с учетом индекса потребительских цен на 8,2%. Примерно такие же темпы роста и в сельском хозяйстве республики. Руководитель ведомства Сергей Артамонов отчитался. Объем производства в действующих ценах 77 миллиардов рублей. Рентабельность с учетом господдержки 14%. В этом году общий объем господдержки составит 2 миллиарда 920 миллионов рублей. 120% к факту 2017 года. И что касается инвестиций, в 2018 году по ПК реализуются 63 проекта на общую сумму 7,5 миллиардов рублей с созданием около 500 новых рабочих мест. И 20 декабря 2018 года на заседании правительства Российской Федерации рассмотрены проекты распоряжения распределения средств федерального бюджета, согласно которым Чувашьей республике предусматриваются дополнительные субсидии в сумме 195 миллионов 794 тысячи рублей. Клава Чувашей напомнил, все средства должны быть доставлены получателям без задержек. На совещании обсудили и подготовку к новогодним праздникам. Помимо культурной программы, особое внимание уделяется вопросам безопасности. Кроме этого, Михаил Игнатьев поручил всем руководителям муниципалитетов держать на контроле спортивные объекты, особенно лыжные трассы, горки и катки. Они должны быть в рабочем состоянии. Елена Гальперина, Борис Андреев, Республика. Сегодня же глава Чувашии представил коллегам нового руководителя строительной отрасли. Исполнять обязанности министра строительства архитектуры ЖКХ теперь будет Алексей Грищенко, прежде работавший в строительных компаниях республики. Алексей Грищенко – строитель с более чем 25-летним стажем. Работал в таких известных компаниях, как «Волга Стальконструкция» и «Скачетус». Вы имеете огромный опыт, есть соответствующий профессионализм, потому что всю жизнь отдали служение строительной отрасли. Глава республики напомнил о задачах, поставленных в майском указе президента России – увеличить ввод жилья в полтора раза к 2024 году. Надо отметить, что в 2018 году строительная отрасль республики показала хорошую динамику. Объем работ составил 38 миллиардов рублей или 125% к уровню прошлого года. Думаю, что совместно с ведущими организациями мы можем достичь многого в реализации этих программ. Кроме того, Михаил Игнатьев и Алексей Грищенко обсудили вопросы обеспечения населения доступным жильем и регулирования новой системы обращения с коммунальными отходами. С нового года вырастет страховая часть пенсии. Теперь ежегодно индексировать выплаты будут в январе, а не в феврале, как было ранее. На 2001 января размеры пенсии увеличатся на 7,05%. Это два раза выше прогнозируемой инфляции на конец 2018 года. В Чувашской республике пенсии в повышенном размере получат 270 тысяч неработающих пенсионеров. Прибавка индивидуальна для каждого. Ее сумма зависит от размера пенсии. В среднем увеличение составит 904 рубля. Одновременно с этим с января пенсионеры, которые проработали в сельском хозяйстве 30 лет и до сих пор живут в сельской местности, получат еще и сельскую прибавку. Ее средний размер 1200 рублей. Стоит отметить, что в связи с новогодними каникулами пенсионный фонд досрочно профинансирует пенсии тем, кто их получает в первой половине января. То есть январские они получат 27, 28 и 29 декабря. Премьер-министр России обсудил задачи на будущий год членами правительства и главами регионов. Ключевая тема расширенного видеозаседания – национальные проекты. Подробности у Дмитрия Ковалева. На связи и в зале заседаний все те, кто отвечает за реализацию национальных проектов. Активная работа начинается в январе и сейчас необходимо сверить часы. Дмитрий Медведев отметил, что многое зависит от региональных властей. За неделю до Нового года на местах должны быть согласованы приоритетные программы. Мы выработали достаточно, на мой взгляд, уже четкие и понятные целевые показатели. На что мы должны выйти в итоге – это конкретные объекты, это построенные больницы, школы, отремонтированные дороги, новые дома, новые производства. Ну а в тех случаях, когда речь идет о вопросах социальной жизни и такой социальной инфраструктуры, это, безусловно, качество образования, здравоохранение, сама по себе городская инфраструктура, экология. То есть то, с чем соприкасается каждый человек. У каждого из 12 национальных проектов своя дорожная карта. Сбоев произойти не должно, а для этого необходимы четкие расчеты. Чтобы реализовать поставленные задачи, в бюджете заложили более 5 триллионов 700 миллиардов рублей. Конечно, нужно максимально рационально распорядиться выделенными деньгами. До конца этого года должны быть утверждены все региональные проекты, в них должны быть обозначены конкретные меры по достижению целевых показателей национальных проектов. Времени остается совсем немного. Эффекты от проводимой работы ожидают уже в следующем году. Приоритеты перед членами Кабмина недавно расставил Михаил Игнатьев. В рамках национальных целей, хочу отметить, планируется реализация 66 федеральных проектов. Для достижения заявленных целей и реализации федеральных проектов необходимы большие средства по источникам финансирования. Руководством страны определены конкретные цели, задачи и целевые показатели по каждому из 12 национальных проектов, разрабатываемых в рамках реализации майского указа. По отдельным уже направлениям решения приняты, уже программные документы появились. Для реализации ряда проектов разработают и принципиально новые механизмы. Так, для строительства жилья со следующего года будут заключать прямые договоры с банками. Очень важно, чтобы здесь субъекты Российской Федерации играли роль такого буфера между банковским сообществом и застройщиками, потому что не всегда они находят общий язык. То, что касается Министерства строительства и жилья и коммунального хозяйства, мы в плотных коммуникациях сегодня с Центральным банком. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин предложил применять для строительства новых объектов типовые проекты. Это облегчит работу властей. Может быть было бы целесообразно создавать единый центр и под одной крышей делать все эти наши социальные учреждения и топ-образования. Я уверен, у нас должна быть вся линейка, начиная от городских типовых проектов и заканчивая районными, о которых губернатор говорит. Я имею в виду, допустим, проект, в котором соединяется и школа, и библиотека, и факт там в случае необходимости, еще что-то. Для контроля за тем, как реализуются национальные проекты, Дмитрий Медведев поручил членам правительства выезжать в регионы. Промежуточные итоги намерены подводить два раза в год. Мониторинг работы местных властей каждый день в онлайн-режиме. Дмитрий Ковалев и Борис Андреев. Республика. Глава Чувашии принял участие в заседании Государственного антинаркотического комитета. Его председатель, министр внутренних дел России, обсудил с руководителями регионов по видеосвязи развитие системы реабилитации. На реализацию антинаркотических программ в этом году направили свыше 400 миллионов рублей. В большинстве субъектов, в том числе и Чувашии, утверждены региональные программы реабилитации наркозависимых лиц. Федеральный министр отметил, что главная задача таких программ – скорейшее возвращение наркозависимых к полноценной жизни. К этой работе необходимо привлекать и негосударственные структуры. В Чувашии помощь таким больным оказывают в трех организациях. Сегодня государственные и гражданские служащие получили свидетельство о присвоении чинов первого, второго и третьего классов. Чтобы не допускать необоснованного разрастания бюрократического аппарата, количество чиновников регулярно оптимизируется. Сегодня в госорганах Чувашии насчитывается 1275 служащих. Это почти на четверть меньше, чем 10 лет назад. Михаил Игнатьев подчеркнул, государственная служба – это большая ответственность. С учетом установленных запретов и ограничений, не каждый согласится работать в государственных органах. Но те, кто выбирает этот путь, должны помнить – в первую очередь они служат людям. В минувшие выходные энергетики отметили свой профессиональный праздник. Накануне их поздравил глава Чувашии Михаил Игнатьев. Среди самых значимых событий уходящего года – начало масштабных реконструкций двух подстанций в Чебоксарском районе. Завершение планируется в 2019 году. Объем инвестиций составит порядка 630 миллионов рублей. Также в рамках инвестиционной программы филиал МРСК «Волги» Чуваш-Энерго завершил работы по реконструкции воздушной линии в Ибресенском районе республики. В этом году успешно и в полном объеме проведена и ремонтная кампания. Отремонтировано более 2000 километров воздушных линий электропередач, заменены более 1000 опор, более 80 километров электропроводов. Помимо этого отремонтировано почти 500 трансформаторных подстанций. В 40-х проведен капитальный ремонт. Век цифровизации, то, что цифровые подстанции вводятся, это очень здорово, потому что уже минимизация всех рисков с учетом погодных условий. Сегодня в Чуваш-Энерго трудятся полторы тысячи человек. Бесперебойное и надежное энергоснабжение республики – заслуга высококвалифицированных специалистов. О реализации федеральных и муниципальных программ говорили на еженедельном совещании в столичной администрации. По федеральной программе безопасные и качественные дороги в Чебоксарах отремонтировали 35 километров дорожного полотна. Общая сумма финансирования – 840 миллионов рублей. 138 миллионов – это уже выделенная сумма по программе формирования комфортной городской среды. На эти средства благоустроили Козетский сквер и продолжается реконструкция фонтанов перед универмагом Шупашкар. Практически все работы выполнены. Осталось, я так понимаю, провести оплату по проекту безопасной и качественной дороги и по городской комфортной среде. Тут мы все успеваем. Осталось три дня для платежа. Сегодня находятся денежные средства на расчетном счете управления ЖХ и благоустройства. Некоторые моменты остались по внесению изменений в документацию. Я считаю, что освоим все федеральные средства и республиканские средства, в том числе и местного бюджета. По муниципальной программе инициативное бюджетирование реализовали четыре проекта благоустройства. Все средства полностью освоены. В будущем году программа продолжится. Я прошу главы районов совместно с ТОСами, совместно с депутатами эту работу еще раз организовать, провести. В январе мы точно должны понимать, какие территории будут благоустроены в 2019 году, провести отбор, принять заявки, понять от жителей, кто и сколько готов софинансировать. Предлагаю установить ставку на уровне 7-10%. Жители города уже предложили около 20 проектов благоустройства на 2019 год. Татьяна Леонтьева, Алина Сусметова, Валерий Резюков, Республика. Неделя остается до Нового года. Какие развлечения ждут чебоксарцев и гостей столицы в новогодние праздники? Об этом далее. Большая часть мероприятий стартует 30 декабря. Красная площадь, Московская набережная, парк имени Николая, в Амазонии, Лакреевский лес. Основные места проведения. С 29 декабря на Красной площади откроют свои двери резиденция Деда Мороза. Здесь же на катке работают инструкторы по катанию. Смонтирована ледяная горка. Во все праздничные дни здесь пройдут представления и концерты. Афиша основных новогодних мероприятий на Красной площади у всех роздана. Кроме этого, мы ее до сегодняшнего дня доводим до всех социальных учреждений города. И также через управляющую компанию распространяем в районах города. В торговых центрах также она будет присутствовать. Разнообразно отдохнуть можно будет и на остальных площадках. Покататься на лыжах, снегоходах, санках или кайте. Выбор велик. Весело провести время можно и во дворе. Работают хоккейные коробки, пришкольные катки и поля для зимнего футбола. 30 декабря состоится традиционное новогоднее всенашедствие, в котором примут участие сказочные персонажи. Хорошей традицией стало у горожан слушать новогодний балк курантов на Красной площади. В 23 часа начнется праздничная программа. В полночь новогоднее обращение президента на большом экране. В час ночи салют. Программа обширная. Главная задача столичных властей – обеспечить безопасность горожан. Мы неоднократно уже проводили комиссию по обеспечению безопасности и антитеррористическую комиссию. В принципе, ответственность закрепили за каждым лицом должностным. Поэтому сейчас только могу сказать, каждый должен исполнить то, что обязан сделать для того, чтобы сохранить праздничную атмосферу и провести мероприятия на качественном уровне. Татьяна Леонтьева, Алина Сусметова, Валерий Резюков, Республика. В Чебоксарах торжественно стартовала школьная хоккейная лига. В сезоне 2018-19 на лед выйдут 32 команды. Матч открытия состоялся в Ледовом дворце Чебоксара-арена. Желтые против синих. На катке кипят нешуточные страсти. Хоккеисты из чебоксарских школ с каждым годом все увереннее чувствуют себя на льду и показывают отличные результаты. Иван Митрофанов пока только наблюдает за игрой с бортиком. Изучает тактику противника. У меня брат занимался хоккеем, отец занимался хоккеем. На коньке я первый раз стал до школы. Я год занимался на Спартаке. Сейчас выступаю в школьной хоккейной лиге. За север выступаю второй год. В прошлом году заняли четвертое место в группе. За игрой наблюдает и тренер команды «Максимум». Его ребята в первое время оказывались в конце турнирной таблицы. Но в прошлом году дошли до медалей. Школьная хоккейная лига похожа на золотую шайбу Советского Союза. В каждой школе была команда. Я в том числе и так же начинал. В жизни сам играю в хоккей. Тренировал и взрослых, сейчас с детьми. Сам играю за ветеранов. Есть ребята, которые приходят уже немножко обученные. Но большинство сначала их учишь кататься. Потом через годик-два кто-то выстреливает, кто-то остается на том же уровне. Но в целом, если есть желание, каждый ребенок может чему-то научиться. Все команды школьной хоккейной лиги полностью экипированы. В преддверии нового сезона тем школам, у кого не было формы, представители благотворительного фонда поддержки детско-юношеского здоровья и спорта вручили хоккейные свитеры, коньки, щитки, краги и панцирь. Все, что нужно настоящему хоккеисту. Четвертый год подряд мы открываем соревнования школьной хоккейной лиги. Первый год это был 15-й год. Мы 16 команд полностью экипировали. Уже 32 школьных команды экипированы хоккейной формой. То есть это уже практически больше половины школ города. В этом году впервые экипировку, кроме столичных школ, получили и команды из Шумерли и Шумерленского района. Работа будет продолжена. Галина Титарчук, Павел Оридков, Республика. Это все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь. До завтра.